Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня у нас будет очередной выпуск покупочек из фикс прайса. Только сейчас я пришла с магазинчика, и уже опять новинки, опять новинки, то, что я хочу с вами скорее затестить. И первое, это то, что я вам уже показывала в своем инстаграме, я мерила вот такую кепку. Она мне очень понравилась, хотя кепку я, кстати, брала как-то кепку в фикс прайсе. Может быть, вы не знаете, хотя уже вы наверняка знаете, что я люблю коллекционировать кепки. Я не так люблю их носить, как я люблю их покупать. Я заметила такой непонятный факт. И кепки в фикс прайсе мне особо не нравятся, ничего особенного, хотя есть кепки, которые, допустим, за 600 рублей продаются в Lady Collection, к примеру, да, или где-то в другом месте за баснословные деньги, а там можно купить за 100-200 рублей. Вот, например, вот эта кепка стоит 200 рублей. Чем она мне понравилась, смотрите, вы можете прямо на видео видеть. У нее какая-то необычная ткань, которая отливает голубым светом. Кстати, совсем недавно я ходила в магазин ткани, искала там кое-то для чего себе ткань, и увидела, что такая ткань продается, да, и у нее есть разные отливы. Зеленый, я встретилась с зеленым отливом, но на этой кепке мне очень понравился именно вот такой отлив. Синий. Ну-ка, как? Красиво? Мне кажется, что-то в этом есть. Не знаю, кепочки дальше продолжать снимать или все-таки снять ее. Ну, очень красивая кепочка, очень красиво отливает, прям вообще. Я подумала, что она должна быть в моей коллекции. Ладно, я так редко укладку делаю, давайте без кепочки пока буду. И здесь у нас сзади регулятор. Такой вот ремешочек с регулятора. В общем, кепка и в моей коллекции есть фикс прайс. Дальше, смотрите, какую необычную вещь я купила. Я сначала не поняла, что это такое. А это таймер для варки яиц. Я на самом деле не часто варю яйца, но мне такое было бы прикольно. Испробовать. Это такое яичко, которое вы кладете вместе с вашими яйцами в кастрюльку. Вот так вот оно выглядит. И для тех, кто все время упускает время и, например, хочет яйца в смятку, а не получается вкрутую, или наоборот хотят вкрутую, а не получается в смятку, вы кладете такое, оно как камушек, знаете, что-то такое, не знаю, как стекло даже, не знаю из чего. И здесь вам показывают вот так в смятку, вот так в мешочек, вот так вкрутую. То есть, видимо, должен цвет какой-то появляться, то есть не засекая время. А, вот, смотрите, вот. То есть вот эти штучки, они будут белеть. На картинке нарисовано, что они будут белеть. То есть, например, в смятку оно побелело, в мешочке побелело. Вкрутую будет гореть желтым только вот это желтое местечко, где написано вкрутую. Мне кажется, это очень интересная такая вещь, я обязательно попробую. Кстати, из того, что я уже покупала и купила повторно, это такой бук 5 years. У меня на 5 лет. Я, наконец-таки, разобралась, что это не ежедневник, а это такой пятибук. Здесь он рассчитан на 5 лет. Я рассказала своей подруге, что я купила такой пятибук, ей очень понравилось идти. Она говорит, купи мне такой. И я и купила точно такой же. Там были еще зеленые, но мне больше, ну, с зелеными. Вот здесь вот зеленая была, эко, что-то написано. Но мне больше всего понравился этот, и я и такой же купила запечатанный. Смысл в том, что, вот он у меня лежит, пятибук этот. Смысл в том, что вы открываете 2019 год, тут задается вам вопрос, и вы на него отвечаете. Например, 1 января, как и где, с кем вы отметили Новый год. Тут буквально на трех строчках вы пишете, ну, вкратце, как вы его отметили. И, в общем, каждый день вы вот так листаете, отвечаете на вопросы. Я не на все тут ответила, но я еще пройдусь по этому. И вот так весь год. Когда наступает следующий год, вы снова открываете страничку и пишете 2020. И опять отвечаете на те же самые вопросы. И очень прикольно, что можно потом сравнить то, что было год назад, что вы писали, да, и что сейчас, и на протяжении пяти лет. Вот, сделать такой интересный обзор пятилетней жизни. И также я еще прикупила себе трусики, только уже белые, 42-го размера, 200 рублей. Кстати, этот пятибук тоже 200 рублей стоит. Вот такие вот трусики. Я уже показывала их, брала розовые, показывала их в другом видео. Ну, давайте покажу. То есть здесь идет один фламинго. Эти идут просто беленькие. И на самом деле очень удобные, классные, нигде не давят. А здесь вот все в фламингох. Вот такие вот. Кстати, я была удивлена на самом деле. Ну, с одной стороны удивлена, с другой стороны не удивлена. Я еле собрала этот набор из разных наборов. Во-первых, их вытаскивают, во-вторых, их воруют. Просто вот берут вот так трусняк один и своровали. А осталось два. Поэтому там все наборы были какие-то недонаборы. Мне пришлось... И размеры были поменены, и цвета были поменены. Поэтому мне пришлось собрать набор собственноручно. Дальше я приобрела насос. Это для того, чтобы я своему малышу качала что-нибудь. Например, те же самые мячики. В общем, знаете, сколько я помню себя, столько насос мне все время и нужен был. Он стоит всего 55 рублей. Здесь идет в наборе сам насос, потом трубочка вот эта. Потом вот, смотрите, шины прям можно подкачивать даже для велосипеда. А у нас скоро будет велосипед, и все, я думаю, пригодится. Маме взяла дезодорант. Мама у меня такая привереда в дезодорантах. Вот мне интересно будет, понравится ей такое или нет. Тео-защита от Рексона. Красота и уверенность. Я хочу аромат понюхать. Потому что она бывает пшикается у меня здесь, и потом воняет на всю хату. Ну-ка, этот запах мне понравится. Ммм, сладенько. Мне нравится. Может, маме он понравится, будет классно. Мамуль, смотри, это я тебе. Так, еще из новинок я увидела. В основе 100% натуральное взбитое кокосовое молочко. Смотрите, это молочко для чистки лица. Для снятия макияжа. Питательное очищение. Что я хотела с вами тут попробовать, это, наверное, на запах и на текстуру, что... Так, с фона уберем мусор. И на запах, и на ощущение, да? Давайте вот так откроем. Приятно сладенький аромат. О, Господи! Вот надо же все время. Давайте молочко вот так. Блин, вообще я засран. И вся в молочке вот. Ай! Да что ж такое? Его какой-то засран весь, блин. Все. Давайте вот так вот. Я посмотрю просто, как оно впитается. Считай, я стираю макияж с рук. Аромат приятный. Мягенько. В принципе, можно брать, мне кажется. Пишут, что здесь стопроцентное кокосовое молочко и кокосовое масло. Гидролат розы. Не знаю, что это такое. Витамин Е. Ну, витамины уже полезны, да? Кокосовые сливки. В общем, много всего тут в составе. Полезного. Я думаю, что можно брать аромат и, ну, как бы, мягкость кожи присутствует. Еще я увидела вот такие интересные штуки. Вообще, у меня брат ездит на велосипеде. И это какие-то такие насадочки на колеса. Вот, видите, в уголочке вот здесь. Когда он будет ехать, у него будут светиться колеса. Батарейки пишут, что здесь в комплекте. То есть, видимо, тут включаешь. Ну, мне будет очень интересно. Попрошу брата даже заснять этот момент. Показать, как это выглядит будет. Мы сейчас с вами разберем и посмотрим. Значит, вот такие вот штучки красивые. Здесь еще какие-то в комплекте насадочки маленькие есть. Вот это, наверное, откручивается. Здесь батарейки, я думаю. Да, батарейка в комплекте. А, тут стоит защита на батарейке. Такая пленочка, вот она лежала, чтобы батарейки не работали. А сейчас мы раз. И она должна... Ой, засветилась. Ой, она еще и разными цветами какими-то переливается. Смотрите. Мигает, синяя, чуть красноватая. Видите? И вот это вот накручивается туда, как я понимаю, где накачивают шину. Знаете? Слушай, мне кажется, брату понравится. Будет такой светиться весь, ездить. Сейчас я уберу батареечку. Две батарейки здесь. Виталий, а это тебе. С тебя кусочек видео, как это красиво смотрится. А, или, знаете, я не буду убирать батарейку, я опять заплаточку эту поставлю сюда. Я думаю, мелочь, а приятно. Всегда классно, когда ты идешь куда-то в магазин, увидел что-то прикольное, сразу подумал о каком-то своем родном человеке или близком, сделал ему приятную мелочь. Так, еще я Дэнке, кстати, говорила вам об этом, что приобрела вот такой наборчик. Ему очень нравится то, что я купила в Галамарте с липучками, да, такой. А это такая другая немножко игрушка. Здесь можно играть вдвоем. В комплект входит вот такой вот мячик, мягенький. И две вот такие вот на руку одеваются. Сзади, кстати, резиночка даже есть, чтобы не спадала. Нарисована рука такая, видите? Все. Так, раз. Все. Одели. И другой соперник одевает. И мы такие. На! Ах ты так! Да я тебе вот так! Ну-ка давай, лови, лови! На! Ага! Поймал! Да, мне кажется, что эта штука ему понравится и будет очень весело. И Настя к нам в гости будет приезжать и тоже будут играть вместе. Еще я увидела розовые наушники. Сейчас мы их с вами затестим, вообще они работают или нет. Честно говоря, я не люблю такую очень дешевую электронику. Я боюсь. Боюсь, что что-то перестанет работать. Смотрите, какие они. У них очень тоненькая вот эта штучка, то есть практически невидимая, да. Здесь, смотрите, они какие. Мощные! А снаружи они вот такие розовенькие. Так, здесь крутится эта штука? Ага, все, вот оно крутится. С щелком даже каким-то, с треском. А, оно щелк-щелк и все. Оно не просто так, знаете, крутится прям. Дважды в одну реку не войдешь, Пламенно сердце не зажешь. Сразу петь захотелось. Я давно не видел свет твоих глазах. Смотрится неплохо, да? Такая. Можно и селфи сделать с розовыми наушниками. Сейчас я хочу попробовать звучание. Прям звук какой. О, как раз Астика под грустный дэнс, послушаю. Пошла музыка. Слушайте, звук отличный. С василь! Слушайте, звук от... Э, хватит петь. Слушайте, звук охренительный вообще. Ну, мне нравится. Они, может быть, сами по себе не такие удобные, в плане, вот, знаете, или просто я... Какие-то они, знаете, вот... Ну, как бы в целом удобные, но мне кажется, что сами по себе наушники могут быть еще удобнее. Нормально объяснила. Но то, что они розовые, это прикольно. И если просто посидеть, где-то послушать, и даже можно и выглядеть прикольно, да? С розовыми наушниками. Короче, мне нравится, глянь, что я их купила. Классные, классные. Наушников много не бывает. Так, опять у меня мусор на фоне. Опять мусор на фоне собирается. Все работает, все классно. Ну, и последняя покупочка, это роликовая пилочка. А, и здесь написано, что ей можно делать сухой педикюр. Более гладкая кожа после первого применения. Так, не в душе это не делать, избегать контакта с водой, избегать контакта с волосами и не использовать на раздраженной или поврежденной коже. Давайте скорее достанем. Стоит 200 рублей. В комплекте, значит, вот такая штука у нас розовенькая. Вот она, она. Тут такой у нас валик, шарик. Она что, на батарейках? Тут какая-то включалка-выключалка, смотрите. Видите? 0,1. Похоже на батарейках. Открывается штучка. Четыре батарейки! Ни хрена себе! Пошкребла по сусекам, нашла я батарейки. Кстати, мальчика на мне тоже, которая с фикс прайса. Ну, большеватая она мне чуть-чуть. Ну, что-то я решила фикс прайс снять, фикс прайс рубашечки. А бабочки? Охренеть! И вот это надо по пятке делать, по-сухому, представляете? Более гладенько стало. Это какая-то нереальная штучка. Я думаю, да, она работает. Офигеть! Ну, я просто не ожидала. И, честно говоря, когда покупала, я не ожидала, что она будет с батарейками. Ещё так мощно работает. Вилка такая. Слушайте, интересная вещь. О! А тут ещё можно её снимать. Да? Офигеть! Она снимается ещё. Раз. Кнопочку нажимаю. А как один? Нажимается просто вот так. А снимается, нажимается кнопка. Слушай, прикольная вещица вообще. Вот такие вот покупочки. Реально, согласитесь, прикольные, интересные. Я довольна всеми покупками. Фикс Прайс опять меня порадовал. Класс! Всё, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Если понравилось моё видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди много всего интересного. Я вас люблю и целую. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok